здравствуйте в сегодняшнем видеоуроке я покажу вам как построить векторную диаграмму токов на комплексной плоскости на самом деле я планировал разбирать совсем другую тему в сегодняшнем уроке но за последнюю неделю было три просьбы сделать видеоурок по построению диаграммы вручную и в маткаде у меня ранее был такой видеоурок под названием векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма на приезжение вручную некоторым людям она показалась сложной и они просили показать на самом простом примере поэтому будет два видеоурока подряд сегодняшний вручную построим диаграмму и в следующем уроке сделаем то же самое только в маткаде как я сказал рассмотрим один из самых простых случаев допустим мы произвели расчет данной цепи здесь есть два источника переменных и три комплексных сопротивлений нашли какие-то токи произвольно запишем их и 1 равняется 2 плюс g 1 ампер и 2 равняется 1 минус g 3 и 3 равняется 3 минус g 2 и теперь нам нужно построить векторную диаграмму этих токов перед построением нужно проверить выполняется ли первый закон киргофа если мы посмотрим на схему допустим верхний узел то первый закон киргофа запишется в виде входящие токи возьмем со знаком плюс выходящий с минусом то есть и 1 плюс и 2 минус и 3 равняется нулю отсюда и 3 равняется и 1 плюс и 2 если мы сложим ток и 1 и 2 мы получим и 3 давайте проверим и 3 равняется и 1 это 2 плюс g 1 плюс и 2 1 минус g 3 складываем вещественные с вещественными числами мнимые с мнимыми 2 плюс 1 это 3 g 1 минус g 3 это минус g 2 ампера получили точно такой же ответ тока и 3 это говорит о том что токи найдены верно теперь перейдем к самой диаграмме изобразим комплексную плоскость нужно смотреть какие здесь числа 2 1 1 3 3 2 ну соответствующую координатную ось это действительная ось плюс 1 и мнимая ось плюс g ну и подпишем 1 2 3 4 5 теперь строим вектор оттоков построим их для начала все из нуля ток и 1 вещественная 2 мнимая единица оба с плюсом 21 проводим вектор вектор тока и 1 дальше и 2 вещественная единица мнимая минус 3 единица минус 3 вот здесь и 2 но и последний 3 минус 2 3 минус 2 это ток и 3 здесь мы не знаем правильно ли мы построили или неправильно пока не проверим по правилу треугольника или параллелограмма по правилу треугольника мы векторно складываем два тока и 1 и 2 то есть откладываем вектор и 1 от его конца вектор и 2 давайте отложим его и ту точку куда пришли соединяем с началом координат это будет ток и 3 можно это делать по правилу параллелограмма отложили первый ток второй ток потом достраиваем параллелограмм и эту точку соединяем сначала это будет ток и 3 если все сходится значит токи найдены верно это что касается алгебраической формы записи давайте посмотрим если у нас эти токи представлены в показательной форме те же самые токи запишем и 1 равняется 2,23 на e g 26 ампер если кто не знает покажу как осуществляется перевод комплексных чисел из одной формы в другую и 1 равняется 2 плюс g 1 равно корень квадратный 2 в квадрате плюс 1 в квадрате на e g арктангенс 1 поделить на 2 но здесь тогда получится 2,23 на e g 26 аналогичным образом переводим и 2 и 3 и 2 у нас 3,16 на e g минус g 71,5 и 3 3,6 на e g минус g 33,7 строим комплексную плоскость подписываем оси плюс g плюс g плюс 1 остается только выбрать масштаб потока у нас числа 2,3 и 3 в принципе можно взять масштаб потока 1 ампер на сантиметр то есть длина вектора тока и 1 будет 2 и 2 сантиметра 3 и 1 сантиметра и так далее построим все токи из начала координат ток и 1 26 градусов длина вектора 2 и 2 сантиметра далее ток и 2 минус 71,5 длина вектора 3,1 и 3 минус 33,7 3,6 сантиметра и так мы отложили все токи из начала координат но теперь можно проверить по первому закону Киргофа сложить первый со вторым током и получить третий если мы достроим параллелограмм то есть точно такой же вектор отложим с этой стороны мы как раз придем в ту точку куда должен прийти вектор и 3 ну допустим отложили вектор и 1 от его конца откладываем вектор и 2 и 2 минус 71,5 и длина вектора и 2 3,16 сантиметров вот это будет и 2 штрих можно обозначить теперь эту точку соединяем с началом координат получаем и 3 ну это мы делали уже когда алгебраическую форму рассматривали либо через треугольник либо через параллелограмм в принципе разницы никакой нет если все сходится значит токи найдены верно вот таким образом строится векторная диаграмма токов на комплексной плоскости напомню что в следующем видео уроке мы построим эту же диаграмму но уже в маткаде если будут какие вопросы по сегодняшнему видео уроку пишите постараюсь помочь спасибо за внимание